Как вы прокомментируете вот эти две игры, то, что мы увидели на площадке? Такие достаточно упорные получились, хотя, по словам вашего Визави, ни для них, ни для Курского Динамо особого значения эти встречи не имели. Для нас, так скажем, эти встречи вообще никакого значения не имели. Если МБА еще может, может быть, я не смотрела, подняться или спуститься, то мы уже ничего не можем. Ни выше подняться, ни ниже опуститься. Но то, что касается нашей игры, это, конечно, полнейшая катастрофа. Будем разбираться, что произошло и что случилось. Почему такие провалы и всплески, и склады в игре, как в защите, так и в нападении. Как вы считаете, это от усталости какой-то физической или что-то с психологией? Ну, я думаю, что здесь уже все накопилось, и усталость физическая, и психологическая. И поймите, не так просто из 36-35 выиграть. Это определенный стимул. Игроки, может быть, не умеют так настраивать себя. Плюс еще, естественно, физическая усталость. Она накапливается у всех команд. И дает о себе знать. Но команде, которая занимает ниже место, всегда есть стимул обыграть команду, которая более высокое место. Они более мотивированы, так скажем. Но, опять-таки, не списываю. И была очень хорошая команда. И я рада, что получились такие игры. А почему все-таки, как вы считаете, вот такой очень невысокий процент попадания? Свободные броски, свои броски не шли. И из-под кольца, и это просто катастрофа со штрафными бросками. Вот я говорю, сейчас мы будем анализировать. Не хочу просто в эмоциях высказывать неправильные какие-то, делать выводы. Поэтому мы будем сейчас разбираться, с кем сейчас все случилось и почему такой процент. Хорошо, спасибо. Спасибо.